Здравствуйте, ребята! Вас приветствует детский литературный клуб «В добрую сказку зовём». Сегодня я прочитаю первую главу из сказки Сергея Козлова «Львёнок и черепаха». Жил-был в Африке львёнок. Звали его Рмяу. Вот вышел он однажды погулять по пустыне и встретил большую черепаху. Черепаха лежала на солнышке и мурлыкала себе под нос весёлую песенку «Я на солнышке лежу», пела черепаха «Я на солнышко гляжу, всю лежу и лежу и на солнышко гляжу». «Какая весёлая песенка!» – подумал львёнок и подошёл поближе. А черепаха мурлыкала себе под нос, не замечая львёнка, потому что глаза у неё были закрыты от удовольствия. Носорок-рок-рок идёт, крокодил-дил-дил плывёт, пела черепаха «Только я всё лежу и на солнышко гляжу». Львёнок подкрался совсем близко, лёг на песок рядом с черепахой и приподнял одно ухо, чтобы лучше слышать. «Рядом львёночек лежит и ушами шевелит, только я всё лежу и на солнышко гляжу», – спела черепаха и открыла глаза. «Здравствуй», – сказала она, – «я большая черепаха, а ты кто?» «А я львёнок рмяу», – сказал львёнок, сел на песок и запел. «Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу, всё сижу и сижу, и на солнышко гляжу». «Не сижу, а лежу», – сказала черепаха, – «я то ты лежишь, а я сижу», – сказал львёнок. И они запели вместе. Носорок-рок-рок идёт, крокодил-дил-дил плывёт. А потом львёнок спел. «Только я всё сижу», – а черепаха спела. «Только я всё лежу». Они недовольно посмотрели друг на друга и вместе закончили. «И на солнышко гляжу». «И всё-таки надо петь лежу», – сказала черепаха. «Это же я придумала». «А как же я буду петь лежу, если я сижу?» – спросил львёнок. «А ты ляг, и тогда всё будет по правде. Ты будешь лежать и петь. Только я всё лежу». «А я не люблю лежать», – сказал львёнок. «Я люблю бегать, но в крайнем случае сидеть». «Ты же лежал, когда подкрался ко мне». «А я лежал только, чтобы послушать песню», – сказал львёнок. «Я лежу только в особенных случаях». «Ну, а как ты спишь? Сидишь, что ли?» – спросила черепаха. «Нет, сплю я лёжа. Но когда я сплю, я же не пою». «А ты представь себе, что ты спишь и поёшь». Львёнок лёг на песок и закрыл глаза. «Давай начнём сначала», – сказал он. И они запели. «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. Всё лежу и лежу, и на солнышко гляжу. И всё-таки это не по правде», – не открывая глаз, – сказал львёнок. «Ведь я сплю с закрытыми глазами, и значит, солнышко видеть не могу». «А ты открой глаза», – сказала черепаха. «И представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поёшь». Львёнок открыл глаза, и они спели ещё один куплет. «Теперь ты пой одна», – сказал львёнок. «Ведь я не могу петь сам про себя». И черепаха спела. А рядом львёночек лежит и ушами шевелит. «Только я всё лежу и на львёнка не гляжу». «Какая красивая песенка», – сказал львёнок. «А теперь покатай меня, а?» Он прыгнул черепахе на спину, и она покатала его по пустыне. «А ты придумаешь завтра новую песню?» – спросил рмяу, когда они расставались. «Конечно, приходи завтра», – сказала черепаха. «И львёнок пошёл домой, напевая. А носорок-рок-рок идёт, крокодил-дил-дил плывёт». И по дороге всё время думал, как это всё-таки можно спать с открытыми глазами и в то же время ещё петь песни. А о новых героях вы узнаете, прочитав сказку самостоятельно. Всего вам доброго, здоровья и успехов во всём. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok